Украина резко меняет планы контрнаступления. Во время войн подобная консолидация длится примерно полгода. У нас прошло уже полтора. Зачем Россия отправляет заложного в президенты? И кто решил, что пора все поменять в украинской политике? Все всегда друг другом недовольны. Это всегда. Думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимают. То может дать настоящую справедливую оценку украинскому наступлению. Если бы были, не дай бог, очень большие поражения или неуспехи армии, и не было бы доверия к армии генералам и руководствам, тогда бы наоборот, следствия привязывали к этому. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки и свои версии, свои мысли оставляйте в комментарии под этим видео. Это очень важно. Правда, очень важно. Поехали. Если бы выборы были сейчас, президентом стал бы заложный. Поэтому Зеленский и отказывается проводить выборы. Вот такое мнение российской пропаганды и тех медиа, которые подхватывают эту мысль. Теперь так думает и большая часть украинцев. Почему? А вдруг это правда? В сети появляется фотография, которая должна как бы показать, что конфликта никакого нет. Но на это есть народный депутат Марьяна Безуглая, которая в очередном посте в Facebook снова показывает свое недоверие ко всему. Не надо фоточек, что все. Выглядит как попытка министра выдать желаемое за действительное. Надо решение. На фотографии, где министр обороны и эти военнокомандующие, они вместе, видимо, должны показать, что конфликта нет, что власть и армия едины. Потому что если будет нарушен этот принцип, он повлияет на очень много факторов, очень негативно. Не говоря уже о рейтинге личного Зеленского, это было бы его проблемой, если бы не ситуация, что есть сейчас государство. Если будет недоверие главному верховнокомандующему, если будет убеждено большинство населения, что существует жесткий конфликт и, более того, борьба за власть между руководством ВСУ и президентом, ну, я не знаю, это очень серьезно отразится не просто на политическом внутреннем ситуации, оно отразится и на фронте, и на всех других вещах. Поэтому россияне этому не побегают, само собой. Контрнаступление сил обороны Украины сбавляет темпы, но не останавливается. Но в российском эфире операцию уже списывают в провал. И ищут, конечно же, виноватых. А так как своих успехов нет, значит, оправдывать украинский провал своими успехами нельзя, то пропаганда ищет другие методы. К примеру, назначает выборы президента Украины и решает, кто же в них будет участвовать. Вы вообще понимаете, о чем идет речь? Версия. Выборы в Украине очень нужны России. Ведь тогда можно будет, не растрачивая пушечное мясо, попробовать получить контроль над страной. Ведь, как показывают многие публикации от украинских спецслужб и разведки, кротов, предателей, наводчиков в Украине достаточно. Но ведь про выборы на самом деле говорят только россияне, ну и несколько американских сенаторов. Ну, несколько. Это не превалирующее мнение. Но те, кто не имеют выбора, говорит о выборах. Тот, кто не побеждал на выборах, по крайней мере, в последнее время, говорит о демократии. Все всегда друг другом недовольны. Это всегда. Думаю, что везде. Но цифра-то говорит о том, что решение-то принимают. Давайте предположим, что это правда, и Зеленский не хочет проводить выборы, потому что боится залужного. Залужный ведь тоже об этом знает, правда? И тогда бы он хоть что-то сказал или хоть что-то сделал. Иначе, ну, окей, боится, ждет, пока законодательство все равно запрещает проводить выборы. Но вдруг заканчивается война, и их провести будет, ну, просто нужно через полгода по законодательству. И тогда не будет других причин, чтобы отказаться. От чего тогда можно добиться этой отсрочкой? Есть ли в ней смысл? Все равно провести эти выборы было бы крайне сложно. И в то же время, когда-либо возникает вопрос, если провести их сложно, как законодательно, так и технически, много нюансов. И политически много сложностей. Как-то дать возможность провести агитацию, агитацию и все другие вопросы. Но, и при этом у Зеленского в большой рейтинге есть и сложности с проведением выборов, тогда зачем их проводить в принципе? То есть я говорю, что имеется в виду законодательно, это невозможно, политически сложно, и не имеет смысла, потому что оно так остается при власти. Не имеет смысла, там имеется в виду, менять законодательство, все другие вещи, для того, чтобы пытаться провести эти выборы, если мы говорим в такой общей ситуации. Что касательно, что больше, сейчас чем больше руководствуется президент и его команда, говорят о том, что выборов точно не будет, но все-таки на первом месте, конечно же, это общественное мнение. Если не получается победить врагов в лоб, а россияне много раз так пробовали, то нужно попробовать поссорить их между собой, тем более, когда они и сами не против. Мы говорили уже с вами о якобы ссоре главнокомандующего ВСУ и верховного главнокомандующего президента Украины. Но мы пришли с вами к выводу, что если конфликт и есть, то он неявный и ни на что не влияет. Но сейчас он набирает оборотов и помогает ему в этом не только российская пропаганда, но и так называемые либеральные медиа. Вот, к примеру, «Медуза», журналисты которой уже отправили заложеного в президенты. Может такое быть? Ну, в принципе, в наше время может быть теоретически все. На фоне полномасштабной российской агрессии произошло то, что называется эффект сплочения вокруг знамени. Джон Мюллер, который ввел этот термин, обнаружил, что во время войн подобная консолидация длится примерно полгода. У нас прошло уже полтора. Если опираться на данные Киевского международного института социологии, то доверие к президенту с мая 2022 по октябрь 2023 упало с 91 до 76%. А это ведь тоже немало, и любой президент в мире мог бы этому позавидовать. Но, тем не менее, падение значительное. В КМИС говорят, что это не падение рейтингов, а откат к довоенным показателям. Но безотносительно к президенту падение уровня доверия во время войны может играть на руку противник. Ну, конечно же, может. Но сделал это президент или это сделало информационное поле информационной войны? Особенно в ситуации, в которой, наверное, мало кто говорит, вот говоря о том, что, как так, уровень президенту доверия до польши 90 к СССР, к президенту, к заложному, как главкому ВСУ, а сейчас этот уровень доверия к президенту падает. Знаете, почему, скорее всего, это можно увидеть, исследовать, если и глубже копать, или посмотреть на то, что сейчас происходит, так как раз конфликт, возможно, есть он или нет, но его интерпретация в СМИ, как раз оно и влияет на доверие к президенту, а не наоборот, что я имею в виду. Рейтинг доверия к президенту выше 90% был тогда, когда его однозначно ассоциировали с ВСУ, с тем, что он возглавляет оборону Украины против врага. Это прямо пропорциональные цифры. Как только разговоры начались о том, что, возможно, конфликт у него заложен, то есть конфликт с ВСУ, тогда и начали падать цифры, потому что в глазах кого-то президент перестает тем, кто руководит армией. Вот здесь, как бы, если брать тот факт, взять этот факт, тогда в таком случае президенту и его команда никак не заинтересованы развивать этот конфликт публично и идти на какие-то кадровые решения, потому что это только может усугубить ситуацию. То есть просто причина, что еще больше людей убиятся в том, что есть, или поверят в то, что есть конфликт президента с руководством ВСУ. Логично предположить, основываясь на таких рейтингах, что в неполучении ожидаемого от наступления сил обороны Украины результата сами граждане винят именно политиков. Потому что армия ведь не могла ошибиться, ведь доверие к армии очень высокое. Версия. Россия качает Зеленского и пытается как можно больше негатива переложить на него. Зеленский мясник, отправляет людей в бой, западные кураторы, ну и тому подобное. Но тут возникает небольшая путаница. Западные кураторы какие-то непостоянные. То они хотят закончить войну, а Зеленский против. То приказывают Зеленскому атаковать, а тот сопротивляется и просит денег. Такое ощущение, что все негативные черты, на которые реагируют люди в социальных опросах, смешались в одном человеке или событии. Высокие рейтинги поддержки сейчас не означают поддержку электоральную потом. И не означают, что голоса избирателей будут отданы военным. Тут еще одно противоречие и еще одна версия. С одной стороны, мысль о том, что все устали от войны, пытаются протолкнуть российские медиа. Но не только об украинцах, которые действительно могли устать от войны. И такую же мысль российский лоббизм пытается протолкнуть и в европейский политику. Но там сейчас мы начали слышать и ощущать сопротивление этим мыслям все больше. Выходит, что люди устали от войны, но готовы выбирать президента из военных, генерала ВСУ. Правда. Мне кажется, это немного не стыкуется. Привязать какие-то локальные неудачи именно Зеленского, отвязав его от ВСУ. Это и есть как бы задача. Здесь в чем вопрос? Что с одной стороны идет вопрос в том, что природа конфликта в этом и существует. Зеленский хочет гнать всех, а якобы залужные этого не хочут. Это абсолютно абсурдная логика. Можно долго там говорить и примерами навести в риторике из-за Лусного, из-за Ленского, где не было таких расхождений. Не только в риторике, там и в действиях. Но это та линия, которую пытаются навязать. И навязать в Украине. Это может повлиять на политическую ситуацию и здесь, соответственно, расшатывать. И в то же время демонстрируя и показывая это на Запад. Та же самая история. Хотя там же, мы ведем, это все россияне, хотя там мы видим, что в прессе тоже выходят публикации наоборот. И говорят, что залужный там наставил на каких-то действиях. Поэтому интерпретаций много. Но здесь задача главного врага, и, к сожалению, кое-кто подыграли в Украине, это просто разделить верховного главнокомандующего от армии. И потому что, ну скажем, если были бы, не дай бог, там очень большие поражения или неуспехи армии, и не было бы доверия к армии, к генералам, к руководствам, тогда бы наоборот, если бы привязывали к этому. Планы залужного на выборы мы узнаем перед самими выборами. Но, скорее всего, после войны. Потому что, как минимум, об этом говорит украинское законодательство. То, что сейчас офис президента, вероятно, перестраховывается, это может быть предвестником того, что окончание войны близко. Но это не точно. Ведь это, как и все, о чем мы говорили сегодня, только лишь версии происходящего. Какие-то сбудутся, какие-то нет. Но, во всяком случае, мы с вами о них поговорили. И теперь точно кто-то окажется прав. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте оставлять комментарии под видео со своими мыслями и версиями. Это очень важно и, правда, интересно. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok